Привет, бро! Меня зовут Пози, и прямо сейчас я нахожусь на Gamescom в Кёльне, в Германии. И сейчас должна заиграть музыка, где будут такие чувачки танцевать в каком-нибудь баре, вместе с пивом в руках. Посмотрите, какой красивый номер. Посмотрите, какой красивый здесь чувак сидит. Знаете, кто это? Знаете, кто это? Давай, скажи, скажи что-нибудь. Какого хрена ты опять забрался в мой номер, да? Да ладно, кого это волнует? Сегодня тот самый день, когда я посещу самую большую выставку на планете под названием Gamescom. Это супер-огромная игровая выставка, которая втрое, может быть, в четверо раз больше, чем Игромир. Представьте, на Игромире вроде бы, сколько у нас? Три павильона, да, всего? Три павильона, а на Gamescom их 14. 14, йоу, 14! Кто это придумал, блин? Ой, я что-то заплевал камеру. Извините. Ща, 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 протру. Не переживай, всё в порядке. Вроде бы теперь всё нормально видно. А, собственно, сейчас мы будем выбираться и посмотрите, какая у меня топовая толстовочка. Это я есть Грут. Ставь лайк, если любишь Грута. Также у меня то же самое на спине. Блин, не знаю, сними мою спину, пожалуйста. Это странная просьба, я знаю. Я есть Грут! Ладно, погнали на Gamescom. Мы покидаем этот номер. Знаете, какой у него номер? Можете переходить и долбиться ему в дверь. 118. Запомните, 118. Он не разрешал мне снимать в своём номере. А, открой! Эй, я же пошутил. Камон! Он попросил не снимать его лицо, поэтому доснимать его бейджик. Сегодня хороший день. Новый хороший день. Отличный день. Пора идти. Я забыл свой ключ. Ну да, я же живу в другом отеле. Свежий воздух. На самом деле почти ничем не отличается от Москвы. Ну ладно. Я побежал на Gamescom. Ой-ой-ой-ой-ой. Велосипед. На Gamescom. Gamescom. Я тебя сильно долго ждал. Это что-то не сильно похоже на Gamescom. Это какой-то завод. Это обычная парковка. Да, это не то. Это не Gamescom. Бежим дальше. Я безумно хочу добраться до этой штуковины. Просто безумно. Так, стоп. Вон оно. Я немного перепутал. Тогда это просто отель? А вон то Кёльнский собор. Окей, я должен его посетить. Ну что ж, вы готовы к Эпику? Та-дам! О-фи-геть. Это самый огромный замок, который я когда-либо видел. Он очень огромный. И выглядит очень эпично. Здесь ночью еще, кстати, чайки летают над ним. Но сейчас их почему-то здесь нету. Давай, будешь снимать видео новое? Да, буду снимать видео. Да, я догадаю. Полу-то-лава челлендж? Да, я буду снимать полу-то-лава. Полу-то-лава! Полу-то-лава! А! 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 Нет, 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 нет. Полу-то-лава. Я спасся. А, нет, ты уже сгорел. Нет, сгорел. Ладно. Я просто обязан замутить какое-нибудь брутальное лицо на фоне этого замка. Это было достаточно неэпично. Давайте с той стороны обойдем его. У меня просто нету слов. Это самое эпичное, что я когда-либо видел. Я, конечно, не экскурсовод, но вон те вот горгулии, это немного странно. Это какие-то козлы, бараны, горгулья. Или же наоборот. Как думаешь? Это козел, баран, горгулья? Или горгулья, баран, козел? Думаю, это козел, горгулья, баран. А, да, точно, как я сразу не догадался. Мы будем снимать то, как ты снимаешь видео. Как тебе идея? Или ты будешь снимать то, как я снимаю видео, а я буду снимать то, как ты снимаешь видео. Давай. Вот эта башня вроде бы самая высокая. Это немного поменьше. А вон та слева еще немного ниже. Меня снимает... Меня снимают! Кстати, многие из вас, наверное, думают, что это за бейджики такие. Что это вообще такое? Это моя пресс-проходочка на Gamescom. С помощью этой штуки я смогу пройти на Gamescom. И сейчас мы, в принципе, направляемся в Старбакс. Вот вам еще один раз, на последний разочек, посмотреть вот на этот кельнский собор. И идем в Старбакс. Заценим здесь Старбакс. Еее, вкусняшки. Вкусные вкусняшки. Еее. Сейчас заценим, только нужно выйти на уличку, чтобы словить все ощущения. И красоты этого Старбакса. На самом деле, такое себе. Мне нравится больше с малинкой. Леонардо Ди Каприо, бюджетная версия. Кстати говоря, все, что говорят при Кельне и вообще Германию, что эта страна очень чистая, это чистая правда. Посмотрите на этот парк. Здесь не едины соринки. Уху. Мы на Gamescom. Посмотрите, сколько здесь Mercedes. Это все одни такси. А вот и Gamescom. Мы наконец-таки до него добрались. Я этого очень долго ждал. Это вступительная глава Gamescom. Сейчас мы пойдем вот к этим стендам. 1-11. О, да, 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 да. Я вижу, что тоже кто-то рад, что мы с тобой на Gamescom. И я вам сейчас обязан просто показать все павильоны, которые я только смогу найти. Их здесь 14. Я не уверен, что смогу все обойти, но я постараюсь. Это все павильончики, в которых есть что-то интересное. Я пытаюсь найти что-нибудь знакомое. Вот это PR-area. Это, короче, место, где сидят чувачки, у которых есть вот такой вот бейджик. И спокойно кушают, попивают чаек и все в этом духе. Ну, а этот павильон какой-то скучный. Он такой больше конференц, да? Конференц-павильон. А вон стенд Ubisoft, куда я хочу пойти, потому что меня сюда пригласили Ubisoft, и они мне сделали проходку. Огромное им спасибо, серьезно, я очень рад. Инсайдовое место Ubisoft, а здесь, наверное, снимать нельзя. Но я должен был сюда пройти, посмотреть, что это такое. Красивая заставка Ubisoft. Та-дам! С этой стороны тоже место для отдыха. А, никого знакомого я так и встретить не смог, но зато здесь можно затестить всякие прикольные игрушки. Здесь же, да, их тестировать можно. Я хожу здесь с Coca-Cola, и мне сказали, чтобы я сюда подошел где-то через часок. Через два. Это что-то вроде главного холла, здесь у нас ресторанчики и прочее. Но это еще не самое эпичное, что я должен был вам показать. Просто посмотрите, сколько людей на Gamescon'е. Вау! Диво! Как будто летсплей в реальной жизни. Ооо! Это фигурки из Игры Престола. Крутяк. Это стенд World of Warcraft, а я здесь должен буду приобрести какие-нибудь сувенирчики, надеюсь, вам видно. Я хочу найти стенды Близзарда. Мы сюда немного позже вернемся. Что здесь вообще происходит, я не понимаю. Ладно, я постараюсь вам что-нибудь показать, но не обещаю. Иееее. Продолжение следует... 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 и нигде не увидишь это обычно это все такое себе на самом деле простенькая ты готов эти компы стоят по одному миллиону рублей коп за один миллион рублей вот что это за монстр смотри это же просто монстр во плоти это что-то более стилизованная под бэтмена во дарк на и темные лица это больше похоже на пираты карибского моря но называется она как-то по-другому шестьдесят семь файл притшей не знаю что это но тоже очень эпичный ком а вот это мое самое любимое просто эпик одним словом правда мне кажется если у тебя был бы такой комп то этого штука тебе очень быстро надоело и ты бы ее быстро оторвал и выкинул куда-нибудь кусок а это чужой или призрачный гонщик не знаю больше похож на призрачного гонщика знаешь что за буква это п а это означает что это пп оси представь это просто обычный ноутбук похоже на печатную машинку со самой старой виндой что это за винда такая кто-нибудь скажите мне такой еще существует серьезно семерка но чего приготовим шашлычков до шашлычков эта штука горячая ее наверное лучше не трогать майнкрафт это почти как майнкон только майнкрафт халявная еда и как я понял первые четыре стенда это бизнес зона и собственно сейчас я решил посмотреть что же здесь интересного сразу вижу крутого мопсика очень крутого кукса круче этой штуки я еще больше ничего не видел это круче чем htc вайп в этих перчатках я ощущал этот шар лук в руках когда я стрелял я ощущал стрелу как бы впечатление просто на руки идут я не знаю у меня просто эмоции бывают это это было очень клево как будто реально держал шар в руках ну а теперь мы с тобой немного пошопимся здесь огромный этаж посвященный только разному мерчу всяким игрушкам магазинам и прочее сейчас поищем что-нибудь интересное вот здесь есть легенда о зельде лол здесь даже маленький артас есть вместе с бастионом прикольно и маленькие всякие фигурочки они стоят всего лишь 10 евро может быть взять таких много-много маленьких фигурок я все-таки купил что-то интересное но что я купил вы узнаете немного позже это же костюмы ассасинов вау ха-ха крутяк я здесь еще немножечко закупился у меня вот такой вот здоровенный пакет с world of warcraft он половину меня занимает и сейчас мы собственно уже покидаем геймском выставка подходит к концу мне очень понравилась эта выставка сейчас мы направляемся покушать потому что я сегодня целый день голодный и кстати следующем видео вы узнаете что же я купил на этом геймскоме все это находится вот здесь вот возможно даже будет открытие кейсика в реальной жизни но это не точно это секретик о да посмотрите на эту вкуснятину это спагетти и бальянезе тем кто сейчас кушает приятного аппетита я это сказал как варпач окей мне кажется что самое время поделиться своими впечатлениями от геймском а скажу сразу что я давно мечтал посетить эту выставку это одна из моих самых главных мечт нет в общем это моя главная мечта посетить эту выставку потому что это крупнейшая выставка на планете игровая выставка и поэтому я в принципе доволен своей поездкой надеюсь вам тоже понравился этот ролик если это так то обязательно поставьте свой лайк и подпишитесь на канал если вы еще не подписаны я сюда прилетел буквально на один на два дня в первый день я даже не смог выспаться нормально потому что я очень волновался я хотел пойти быстрее на эту выставку меня даже кстати ограбили но это совершенно другая история хууууу на геймскоме я смог встретиться с чуваком который разработал world of warcraft я посмотрел на презентацию нового world of warcraft аргус вроде бы называется в общем очень много всего интересного было и надеюсь что когда-нибудь я сюда еще раз приеду но надеюсь уже в другой город потому что я люблю путешествовать как тебе как тебе геймском он был самым лучшим чтобы я знаю что ты хотел сказать он был Я бы хотел это сказать, но мы не материмся Ну на самом деле не особо охота лететь обратно в Москву Ей, Москва! Что? Ей, Москва! Ей! Спасибо за просмотр, оставайся таким же крутым и веселым И увидимся с тобой в следующих видео Адьос! Плейтайм! Субтитры сделал DimaTorzok